По сути, ну, как бы не деваться, то есть, людей хороших очень мало. Это касается любой сферы жизни, это даже не важно, какая профессия у людей. Просто хороших людей мало. Да, инструмент, все, что... Все, весь кредит, короче, все... Весь кредит, все, что было, да, с этим надрывом заработано, все осталось там. Мерседес чуть покомфортнее, вальяжность какую-то, и BMW дает драйв. Точно так же и в инструменте. Ну, немножко по-другому. Тут еще у каждого производителя есть свой нюанс. Они уходят, у каждого есть своя традиция, да. Ну, я бы, наверное, душу дьяволу продал за этот инструмент. То есть, ну, пускай не так, но я бы все за это отдал. Машину, квартиру, если бы мне показали, что... Всем привет! Продолжаем нашу серию интервью на форуме 2016. И у нас в гостях, многие уже узнали, кто-то нет, я представлю. Володя, Володя Куликов. Это человек, который огромную роль сыграл в данном мероприятии. Вот, я бы даже сказал, что если бы не он, вряд ли бы мы здесь все собрались. Ну, сто процентов, вряд ли бы мы вот в таком формате точно бы не собрались. Вот, собрались, может быть, но не так. Кратко представлю, что знаю про Володю, если что, вдруг поправь. То есть, познакомился я с ним, ну, порядка, наверное, полутора лет назад примерно, да. Ну, плюс-минус какие-то, ну, скажем так, я узнал про этого человека. Вот, ну, Володя, Володя, что-то, что-то там. Потом я стал сидеть в Зелке, вот, и в Зелке ночами я получил, я, короче, понял, ну, то, что я вообще ничего не понимаю в инструменте. Потому что тот поток информации, который приходит от этого человека, он безграничит. То есть, он разбирается очень сильно, вот, в данном вот аспекте безумно. Вот, по сути, больше, ну, я особо ничего, ну, не знал тогда про этого человека. Ну, познакомились, вот, и вот сейчас мы постараемся как-то это все, скажем так, преподнести, вот. И первый наш вопрос, это, это будет, наверное, такой классический стандартный вопрос. Как, как получилось, что ты попал в строительную сферу, в строительное дело? Ну, вот, вот как это все было, да, потому что у всех своя история, у всех разная. Кто-то говорит, он с рождения, кто-то, ну, вот, кто как. Ну, на самом деле, все довольно просто. То есть, сам по себе фотограф, потомственный в третьем поколении, да, но так получилось... Ну, да, просто фотограф и в строительном, в принципе, да. То есть, и так получилось, что фактически сейчас 20 лет моей трудовой деятельности строительной, плотницкой. То есть, с 14 лет я более-менее плотно начал работать. Сначала это было помогало отцу, опять же, крыши. То есть, 14, там, 15, 16 лет. Потом был перерыв в несколько лет, там же начался институт. Одно, другое, третье. Я гораздо больше ушел в компьютерную технику, там, фотографию, во все эти вещи. Ну, и где-то, наверное, с 22 лет я опять вернулся в строительную часть. То есть, ну, соответственно, основное мое направление плотницкое дело. Столярка, все время не хватает времени, не хватает оборудования, но очень хочется в это занырнуть как можно дальше. А так плотницкая, ну, плюс инженерка. То есть, вот. Понятно. Тогда у нас следующий такой логичный вопрос. Ну, все это понятно. Откуда все вот эти вот познания? То есть, люди могут, ну, не знать о чем, но вот если меня интересует что-то, связанное с инструментом, я первый номер, который набираю, это Володя. Вот первый номер сразу у меня в списке, вот если вдруг мне что-то нужно. Причем не только из инструмента, а, в принципе, практически обо всем. Какая-то ходячая энциклопедия. То есть, он просто такой стеснительный сидит, его еле-еле сюда вытащил. Ну, вот вытащил. Откуда это? Вот откуда это все? Это, наверное, просто черта характера. То есть, если у человека два браузера или три там, и они по сколько вкладок? Ну, по 40, по 55. Не закрывай. Нет, это просто такая черта характера, потому что я любое дело, которое занимаюсь, то есть, я человек очень увлекающийся, крайне азартный. Если я за что-то берусь, то я должен докопаться до самого дна. Вот все, до дна бочки, то есть, есть бочка с информацией, неважно там направление инструмент, там плотницкое дело, там неважно, что еще там, хоть любое. Я, если нырнул в эту бочку, пока я не коснусь дна, я не успокоюсь. Вот, поэтому у меня должно быть так. Плюс, ну, здесь в каком-то смысле помогает, ну, институт сам по себе, высшая школа, да, то есть, опять же, чему учили в институте? Когда пришел в институт, хороший наш декан, он сказал, ребята, когда мы на первокурснике, да, 1 сентября, вступительное слово. Ребята, вы пришли сюда учиться, но мы вас не будем учить ничему конкретному. Мы просто будем вас учить, учиться. Учить, учиться, найти информацию. Да, возможность найти информацию. И у меня в этом плане, ну, в каком-то смысле, это мой фетиш. То есть, я всегда стараюсь узнать как можно больше про то, что меня интересует. Но у меня тоже очень много перекосов. То есть, я, то есть, казалось бы, очень близкие сферы какие-то могут быть, но я не знаю, там, в инструментах возьмем, там, шуруповерт и перфоратор, да? То есть, шуруповерт это в каком-то смысле мой фетиш, я от них тащусь, я поэтому меня все интересует, все знаю. А перфораторы, например, ну, так как я плотник, меня не интересуют перфораторы. То есть, я про них знаю основные, все азы, там, основные модели базовые, всю информацию знаю, да? Но я в них не углублялся, потому что они мне неинтересны. Поэтому здесь у меня в каком-то смысле пробел, да? так же это может каких-то других вещей касаться. То есть я должен, чтобы во что-то я вникнул именно, я должен этим заболеть, то есть мне это должно быть очень интересно. Такой вот у меня вопрос. В нашей жизни всегда идет вверх-вниз, то есть есть такие параллели, да, и вот расскажи какую-нибудь такую вот историю из жизни, которая вот была такой отправной точкой, да, какой-то тяжелый момент, или же или момент подъема, или момент, ну, как бы спуска, потому что вот у каждого есть такая история, то есть вот что-нибудь, то, что вот тебя сподвигло, как бы, что сделало сильнее. Ну, потому что ты объективно, ну, объективно я вижу, что сильный человек, то есть у каждого сильного человека есть история, вот и я охочусь за такими историями. Ну, здесь трудно сказать руин, то есть в принципе в жизни все делает нас сильнее, как говорится, что нас не убивают, то делает сильней. ну из каких-то более-менее серьезных испытаний у меня было дом сгорел да то есть опять же вот а пожалуй да пожалуй это была отправная . то есть соответственно я женился у нас родился первый ребенок . то есть время шло то есть я работал на одной работе я опять вернулся в стройку как раз в тот момент то есть вот мне там 22 года наверное было дочке год вот вернулся в стройку опять процесс пошел 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 но нет скачка какого-то то есть опять же все на одном месте суетимся живем родители оставили квартирку маленькая хрущобочка малюсенькая страшненько это но но все равно это мана небесная то есть собственное жилье да мы в ней живем но я чувствую внутренне что надо куда-то двигаться надо развиваться но я вроде бы работаю изо всех сил но нет этого движения и тут опять ну милая моя беременеет ольга да то есть соответственно мы ждем второго ребенка и я не знаю что мне ударило сзади по голове то есть я ходил все болел что надо что-то меня в жизни что менять ну то есть для семьи как бы когда становишься семейным человеком по-другому на все начинаешь смотреть на стабильность еще что-то да то есть и рисковать становится гораздо сложнее то есть потому что цена риска цена проигрыша она гораздо выше становится ну я принял решение что все-таки надо строить дом свой денег в кармане вообще ничего жена уходит в декрет я ты выполнил нет нет я слушаю прекрасно что такое стиль всего на давай даже находит декрета жена уходит в декрет соответственно мы живем на мою на мою только зарплату по тем временам этом 16 20 тысяч зарабатывал стандартно еще тысяч 10 запасом это было сколько-то было там 12 лет назад 10 лет назад нет 8 лет назад неважно так ну то есть в принципе вроде бы деньги неплохие но на целую семью все такое и я принимаю решение начинаю искать участок дом что-то чтобы и как-то в кредит в это дело влезть я нахожу дом там миллион 100 это стоит по тем временам ну для меня абсолютно какие-то неадекватные деньги такие сумасшедшие нахожу дом дом паса по сути хибара с участком то есть это вот очень участок с адресом как это называется да делаю ремонт в этом доме то есть влезаем опять же на первоначальный взнос 300 там 50 тысяч полностью влезаем в долги в кармане не было ни копейки то есть берем кредит это тоже там оформляем его хитрым способом потому что естественно у меня там не официального трудоустройства ничего все делаем берем эту ипотеку я вот так вот ее тяну опять же у нас были дифференцированные платежи то есть сначала самые большие платежи то есть вот я на тот момент там грубые 16 18 20 зарабатывал не считая там небольшого побочного заработка у нас первые платежи были там первый год 16000 то есть как бы под ноль да то есть соответственно я делаю в этом домике ремонт с расчетом на то что сейчас мы в нем поживем то есть соответственно в этот домик въедем продаем квартиру строим новый дом и как-то уже начинаем обустраиваться полностью делаю ремонт в этом доме это тут тоже под заработал денежек начал чуть-чуть долги отдавать купил первый комплекцию хорошего инструмента то есть у меня уже пошел бош макита и г что-то более приличное чем там китайское всякое барахло все ремонт в доме готов осталось поклеить обои ну так я стены делал полы дел потолки делаю электрику всю поменял инженерку по отоплению сделал там пару окон дополнительных врезал дело приходит все осталось обои поклеить и переподключить на новые автоматы я просто не поменял автоматы по электрике уезжаем мы благополучно в деревню приезжаем из деревни уже вернулись теща из деревни звонит это не ваш там дом сгорел а у нас ну тупичок у нас в нашем тупичке 5-6 домов всего то есть и я говорю да не быть такого не может ну то есть я еду на всякий случай проверить еще на подъездах я не узнаю свою улицу я еду и не могу понять всегда был асфальт теперь какая-то земля грязь сюда кустов нет которые были вдоль дороги я не могу понять я думал что я куда-то не туда свернул я доезжаю я чем ближе при подъезжаю к дому тем больше понимаешь что я не узнаю вообще всем все место что происходит подъезжаю нет моего дома нет дома соседей ну то есть такой постаполит апокали апокалиптичная то есть зрелище страшное абсолютно да здесь как говорится подщемило там при это было спустя два дня после программы инструмент да все да инструмент все что весь кредит короче все весь кредит все что было да вот с этим надрывом заработано все осталось там осталось у меня единственное вот поехал теща попросила дров попилить вот у меня осталось одна бензопила и резиновые сапоги больше у меня не осталось ничего из инструмента и вот ну чего бы то ни было то есть там и рабочая одежда вся погорела все 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 то есть из наш дом дом соседей кто следит видите у людей истории похоже то есть но вот похоже да то есть вот эта штука как говорится с нами приключилась ну что там то есть как выяснилось потом ну там как это произошло из-за чего произошло это вопрос 10 ну что было в этот момент у нас рубанула под станцию трансформаторную нашу конкретно которая наш район обслуживает да там целый день не было света или даже сутки потом свет дали через полчаса дома наши пыхнули то есть началось моего дома соответственно пыхнул соседский дом опять же у меня в доме лежал материал сушился кубов 12 сухого пиломатериала поэтому пыхнуло так что загорелась это в пять часов вечера а более-менее не затушили полностью более менее залили к двум-трем часам ночи только то есть работала 10-12 пожарных расчетов сначала возили воду потом стали проложили у нас ручей рядом пробегает речка точнее и пруд большой да уже оттуда качали напрямую почему я и не узнал наше место потому что как там ездили пожарки они просто асфальт смешали с землей они все там разворотили я же говорю там не узнать было вообще все все на весь наш этот тупик тупик вот ну что то есть все потихоньку соседи в тоске соседи жили то есть тоже ну люди живут довольно бедно то есть все сгорело ну ну все вся вся жизнь пропала да у меня в этом плане каком-то пропала три-четыре ночи я тушил пожар ночами то есть я бегал прямо то есть ногами семенил то под одеялом я тушил пожар три-четыре дня до потом себя чуть-чуть пришел я пересмысл что-то но это же пересмысл чуть-чуть успокоился вот с этого первого адреналина да я пришел на дом думаю надо хоть что-то посмотреть осталось ли хоть что-то хоть где-то я начал копать я знал где у меня инструмент находится но все было сложно ну в так сказать в будущей кухне все было сложно в одном углу весь инструмент в чемоданчиках там на стеллажике на небольшом я пришел в это место начал копать ну соответственно угли раскапывать и когда более-менее докопался до низа там такая большая плюшка это сплав металла пластика все у меня так защемило сердце потому что за инструмент мне было гораздо более обидно чем за дом то есть это для меня было вот просто удар сильнейший я назад это сгорнул эти угли и все остальное и все на доме не появлялся два года вообще то есть я для себя понял денег нет долги надо отдавать дом хоть и был застрахован но там опять же ну так как денег не было мы искали как застраховать подешевле естественно результат был соответствующий у нас был застрахован дом тысяч на двести всего она все остальное была земля застрахована ну соответственно из этих 200 мы получили еще гораздо меньше то есть там что там но наш фундамент остался у нас от дома что-то осталось якобы хотя там от дома один столб то есть остался буквально все больше ничего вот то есть чуть-чуть мы перекрылись соответственно эти ими деньгами тогда когда нам страну страховку правда мы ждали полгода хороших комиссии ну все дела пока дело закрыли в пожарке выдали нам экспертизу все остальное но тоже нам эти деньги когда они дали помогли очень хорошо продержаться мы несколько где-то полгода не платили кредит соответственно хоть чуть-чуть ну было на что кушать восстановиться и все остальное говорю два года я не появлялся единственным помог соседям ну потому что в каком смысле ну с меня началось да там у меня свои подозрения были что могло быть потому что у предыдущих хозяев с проводкой был полный алис это алюминий с медью это все что угодно с чем заизолировано где лейкопластырем где скотчем где просто в целлофан замотана то есть там виллы были я поэтому сразу менял проводку вот говорю чуть-чуть я не успел что начал потом делать как ты выбывать что потом работу с головой тогда кинулся в работу соответственно у меня как фото направления так и строительное направление до ушел с головой нырнул потому что надо было хотя бы те деньги которые брались в долг на первоначальный взнос отработать отдать потому что их надо было отдать быстро да вот в течение года там я эти там 300 тысяч грубо говоря отработал то есть просто начал работать пять раз больше то есть я и так всегда много работы а тут пришлось работать еще больше то есть отдал эти деньги пошли новые объекты то есть работа пошла 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 В какой-то момент почувствовал, что чуть-чуть денежка появляется То есть можно начинать что-то делать Поставил по весне фундамент дома То есть пробурил сваи Опять же сначала думал, так как все равно денег мало Думаю, надо поставить маленький какой-то домик Сараюшку, баньку, в которой мы сможем жить Опять же продать квартиру и потом строить большой дом Пробурил фундамент, то есть 6 на 6 Как бы именно под баньку, чтобы там чуть-чуть пожить можно было Все, купил профилированный брус Как раз у меня параллельно был объект Я должен был строить банный комплекс Ну там даже гостиничный комплекс Туда закупали большую партию профилированного бруса Ну и соответственно под эту же лавочку, под эту скидку Я в счет там работ закупил себе, там не помню 12 кубов профилированного бруса Начал ставить по осени, летом занимался работой Осенью в середине сентября начал ставить Вот, начал я ставить свой этот домик Уже на третьем венце семья сказала Это не будет баня, это будет дом И начал уже расти дом Соответственно весь брус, который на внутренние перегородки был взят Был пущен на внешние стены Стены выросли где-то до 4.30 То есть соответственно у меня уже как бы двухэтажный домик С мансардной крышей вверху Вот и все Начал я это в середине сентября Делалось все в одни руки Иногда помогал отец, иногда кто-то из друзей помогал Но опять же как правило налетом таким слегка 31 декабря в 4 часа вечера в 16.00 Я закрутил крайний саморез в конек И пошел снег За эти 3-4 месяца и пошел снег То есть фактически первый в том году Вот такая как бы история Я такой с чувством полного морального удовлетворения Пришел праздновать домой Новый год Ну задавать тебе такой вопрос как Что здесь, что происходит, где мы находимся Наверное глупо, но я тем не менее попытаюсь То есть вот мы сейчас находимся на форуме Ты не просто участник, а ты организатор Как организатор? Расскажи что-нибудь То есть что вообще, то есть что здесь происходит Зачем все это, ну вот как ты это видишь? Понятно, это сложный вопрос Я знаю, что он сложный Вот ответь как сможешь Да, ну я постараюсь этот вопрос Посмотреть на него с двух сторон Потому что, ну вопрос действительно очень сложный Для тебя тем более Люди, которые просто приехали Они да, клево, все нормально Вот как ты видишь Да, то есть, ну по сути Ну как бы не деваться То есть людей хороших очень мало Это касается любой сферы жизни Это даже не важно какая профессия у людей Просто хороших людей мало В основном много людей поверхностных Которые не хотят в чем-то участвовать Которые просто в чем-то подлые Еще что-то То есть ненадежные И, ну лично я человек Как я говорю, опять же Сильно увлекающийся И больной на голову Да, вот в этом плане Что мне все интересно Я всегда ищу таких же людей То есть которые со мной были бы соратниками Разделяли мою сферу Да, данное мероприятие Я бы считал именно Как это сказать Местом, ну или не местом А поводом собрать Вот побольше интересующихся людей То есть чем больше таких людей Интересующихся мы можем собрать И пообщаться очень Потому что Будь то форумы Будь то контакт Ютуб Там, ну даже Зелка Хотя она гораздо более близкая Чем что бы то ни было Другое, да Позволяет людей почувствовать лучше Но личное общение Когда ты находишься в одной связке С людьми В одном, ну прямо коллективе Там Пускай несколько дней Но все же Совершенно по-другому Людей открывает Тем более здесь всегда Ну когда начинается Какое-то такое общее дело Все равно возникает Куча всяких вопросов Неожиданных Каких-то проблем И люди раскрываются Они себя показывают Там кто-то с хорошей стороны Кто-то с плохой Кто-то, не важно Там с хорошей, с плохой Но все равно Он себя открывает Человек показывает себя И в каких-то Ну непредвиденных ситуациях И понимаешь То есть с кем можно идти дальше С кем нельзя идти дальше Ну то есть Создается некая комьюнити Она у нас как бы создалась Да Вот у нас начались живые встречи То есть да Это примерно четвертая встреча Вот И как бы Ну вот мы сами еще толком Не можем наверное рассказать Что и как Но нам всем это нравится Вот Ну и наверное что Расскажи что-нибудь людям Которые Ну вот в начале пути Которые вот только хотят Стать на вот эту дорожку Какую-то в сфере Предоставления услуг Скажем так Да Вот что ты бы мог бы сказать Молодым Вот уже пройдя там Какой-то путь Да Потому что нас смотрят ребята И я знаю Мне просто очень много людей Пишут, да Спрашивают Вот И мне просто интересно Мнение людей К этому вопросу Вот я молодой парень Сижу Смотрю вот на нас С той стороны экрана Как бы вот Хочу что-то получить И вот не знаю Какой-нибудь совет Ну смотри Опять же Ну скажем так Я просто ну к твоему мнению Прислушиваюсь Соответственно мне интересно Слушать Ну сейчас мы Вроде бы Ну у нас Строительная сфера Да Ну на самом деле Это касается Это касается всех сфер Это опять же Ну какие-то Общепринятые правила Это постулаты жизни Которые Ну они Чуть-чуть Есть какие-то нюансы В зависимости от сферы Но на самом деле Оно везде одинаковое Но вот опять же говорю Мое главное правило То есть Начинаешь какой-то сферой заниматься Занырни полностью Окунись головой Посмотри на людей Которые уже достигли Каких-то успехов В этой сфере То есть Посмотри Как они Что они Если есть возможность С ними пообщаться Высоси их до дна Все у них разузнай Поработай с ними То есть Самый вообще Действенный способ Какой Хочешь чему-то научиться Приходишь работать Хоть за бесплатно Это не мы придумали Это придумали за тысячи лет до нас Всегда были мастера Были подмастерья Все это было Просто к сожалению В последнее время У нас это уничтожено Абсолютно Вот эта культура Самого передачи опыта Потому что все-таки Наша сфера Ну как и многие другие сферы Это ремесло 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 должно передаваться Все равно От мастера к ученику Никуда не денешься Не заменят Живой работы В связке Когда ты видишь Как работает мастер Когда мастер тебе даст Оплеуху в нужный момент Даст какое-то задание Чтоб тебя именно Неадекватное Злое задание То есть тебя Ну чтобы наказать тебя Чтоб тебе Как говорится Не доходит через голову Дойдет через руки Там через ноги Не важно через что То есть Это надо Без этого не деться никуда Поэтому хоть за бесплатно Идите к кому-то И работайте Месяц-два Но это вам Вы с помощью этого Сэкономите И заработаете Сумасшедшие деньги То есть Это сразу могу сказать Потому что я свой путь Например При том что я изначально С отцом работал То есть он уже пол жизни Плотничал Столярничал У человека уже колоссальный опыт Но все равно То есть я как бы Ну как сказать Скромно Не скромно Я в любом случае Перепрыгнул на другой уровень Совершенно В определенный момент Перескочил Но я к этому шел лет 10 Но если бы мне кто-то помог Я бы на этот уровень Мог запрыгнуть На второй год 9 лет Там 9-10 лет жизни Я зарабатывал В 5 раз меньше Чем я мог бы зарабатывать Я бы сейчас был Совершенно другим человеком Причем Тогда я те деньги Что зарабатывал Я зарабатывал За счет только одного За счет того Что я рвал себя на части Я просто рвал жилы То есть все силы уходили На это тратилась куча сил Вроде бы Тогда казалось головой И что все умно Сейчас смотришь на это Становится просто смешно И страшно Да И страшно То есть вот Диву даешься Еще в чем великая проблема Сейчас уже сил нет Нет ни сил Ни желания Вроде бы молодой Вроде бы так Вроде бы сяк Но я не могу сейчас Так работать Как тогда Тогда я мог день в день Пахать Пахать и пахать Сейчас я так могу поработать 3 дня Ну неделю Все После этого мне еще неделю отдыха А раньше бомбил Да я зарабатывал тоже Там И даже когда у меня Не было инструмента Еще толком Вот опять же После того как дом сгорел Да с инструментом У меня был там Молоток Гвоздодер Кстати Ручной пилы У меня обыкновенной Ножевки не было У меня была Циркулярка Я сразу купил Недорогая какая-то Хитачи Да И шуруповерт Вот с этим набором Я опять же Полез бомби На крыши Быстро зарабатывать Себе деньги Дальше на инструменты Чтобы Ну хоть как-то Раз про инструмент Давай еще один вопросик И будем закругляться Вот Ну Кто-то и медведь Восказывал свое мнение И еще многие кто По поводу инструмента Насколько Нужен начинающему мастеру Дорогой инструмент Хороший вопрос Здесь Очень по-разному Могу на него Ответить И Я сам с собой Могу спорить С одной стороны Ну Как говорят Обезьяне гранату Или еще Что случится Да То есть Вроде бы Как не надо С одной стороны С другой стороны Вот честно Я сейчас вспоминаю Вот себя там 15 лет назад И я понимаю Если бы мне тогда Ну Дали просто Показали Что может Современный инструмент Даже тот Который на тот момент Уже был Ну и не знаю Это может быть Такая Метафора Очень сильная Но я бы наверное Душу дьяволу Продал За этот инструмент То есть Ну пускай не так Но я бы все За это отдал Машину Квартиру Если бы мне показали Что этот инструмент Позволяет сделать Потому что я понял бы Я продал бы квартиру Купил бы этот инструмент Ну через полгода Я бы заработал бы уже Эту квартиру Вот в чем дело Но человеку Который Вообще Ну я не знаю Скажем так Сейчас очень много Сейчас хорошее время Очень много Ты можешь увидеть сразу То есть То к чему Допустим Я шел в свое время Там через свои Собственные шишки Проблем То есть Через свой собственный Опыт и боль Сейчас это все В открытом доступе Бери не хочу Просто огонь Да Так оно и есть Ну Это так и есть То есть все это Так открыто Но Из этого вытекает Другая проблема Множество людей Молодых Не очень молодых Но в основном молодых Да Которые опять же Сейчас обуреваемые Там своим юношеским Максимализмом Каким-то Насмотревшись Ютуба Еще чего-то У них срывает крышку Они думают Как все просто Вот он Ларчик-то Просто открывается Хлоп Я себе купил там Хилти Девольт Шмивольт Не важно что То есть Ну Я купил инструмента Сейчас себе Классного И я стал Офигенным мастером Сейчас у меня Капуста посыпет Я буду зарабатывать Больше всех на свете Ну так к сожалению Не бывает Инструмент это всего лишь Средство достижения Что нам дает инструмент Он нам дает Всего лишь одну вещь Он повышает Нашу производительность Труда Больше ничего То есть Если ты Изначально Это не можешь сделать То никакой инструмент Тебе не поможет Этого сделать Поэтому изначально Должен быть навык Должны быть хоть какие-то знания И должна быть работа Поэтому я говорю Только уходить в подмастерье К кому-то из состоявшихся мастеров Опять же Хороших мастеров Потому что Нужно выбрать Да конечно Для меня например Самое страшное Есть такая пословица Долго выбирай Тотально доверяй То есть Долго выбирай И пойди К кому-нибудь Я в свое время пытался Пойти к кому-то Меня не взяли Но это не суть Не в этом дело Но я реально И бесплатно работал И как бы И пытался еще Бесплатно поработать Ну вот так в моей жизни было Потом как-нибудь расскажу Да Ну и здесь Вот получается Какая ситуация Немножко сбил с меня Смыслия Извини Так По поводу того Что Мы про инструмент говорили И про дорогой И что что Да Нет Ну инструменты Я говорю Это всего лишь средство Зарабатывания Это продолжение ваших рук То есть Грубо говоря Вот Идет Ну я В плотницкой части Скажу Да Вот идет плотник Работает У него есть топор У него есть ножовка Там И молоток Условно Все Вот он работает 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 Там определенный объем Работ Но не важно Какую-то крышу Он делает за месяц У него появляется Дрель У него появляется Шуруповерт У него появляется Например Циркулярная Там или бензопила Это равносильно Тому Что у него К этой Его же голове К его телу Просто приклеили Еще четыре руки Хлоп У него в три раза Выросла Производительность труда Но если в голове Ничего нет От того Что к этому телу Приклеят еще кучу рук Ничего не изменится Абсолютно Все эти руки Будут заниматься Непонятно чем То есть Должна быть делова Да Надо учиться Учиться Еще раз учиться И никуда от этого Не деться Я говорю Ну и вот это сейчас Повальная Ну на ютубе Опять же Отслеживается Еще где-то В коммунити Да Не важно Вконтакте Еще где-то Куча молодых Которые Я говорю Насмотревшись видосов То есть Думают Что они хапнули Вот какую-то истину Они увидели Да инструмент Вот у него есть инструмент Он ба-ба-ба-бах Там сделал Все я сейчас взял Этот инструмент И я приобщился К этому Нет То есть да Ты можешь там на себя Бейсболку одеть Там я не знаю Лейбак себе Какой-то прилепить Но этот лейбак Опять же ничего не значит Он абсолютно ничего не дает Поэтому я например Ну я не знаю На меня какие лейбы Только не клеят Там девальтянин Все что угодно Да Что я помешанный Ребят У меня инструмента По брендам Больше чем пальцев На руках И на ногах У меня больше 20 брендов Инструмента Причем это начиная От смоленского Интерскола Диолда Интерскола Калибра Что там еще Из китайского У меня есть Не помню И заканчивая Фестулом Да мафеля Мафеля пока ничего нет Но фестул И хилти у меня есть И не один инструмент Хилти у меня есть Хотя вроде бы Я люто ненавижу Хилти Как многие считают Да Диолда у меня Ну Меньше половины То есть Основной у меня Диолда Это аккумулятор Потому что Я просто выбрал Свою аккумуляторную систему И она не сижу Чем она хороша Чем плоха Каждый решает для себя Мне больше Диолда по душе Да Кому-то хилти Кому-то Милоки Это не значит Что какой-то Из этих инструментов Сильно хуже Или сильно лучше Сейчас инструмент Топового уровня Ну то есть Основные бренды Да Он весь Примерно на одном уровне Да Бывают какие-то провалы Да Где-то чуть лучше Ну опять же Есть да Есть Audi Есть BMW Есть Mercedes Это все машины Высшего класса Но у каждой Свои нюансы Mercedes чуть покомфортнее Вальяжность Как у BMW Дает драйв Точно так же И в инструменте Ну немножко по-другому Тут еще у каждого Производителя Есть свой нюанс Они уходят У каждого Есть своя традиция Да Кто-то к пилищему Инструменту больше Кто-то там К какому-то Алмазному инструменту Вот из своих задач Надо выбирать И вот эти вечные Холивары Что лучше там Или в том Hilti однозначно лучше Или Dewalt однозначно лучше Это на самом деле Все разговоры Не с ведущих людей Которым надо Все что надо сделать Это поднять холивар А для чего Они поднимают холивар Для того чтобы за этим холиваром Спрятать свою некомпетентность Не более того Ну и закончим мы наверное Данное интервью На такой позитивной ноте Хорошего инструмента Скажем так Бывает много Вот и каждому свое Я думаю на сегодня хватит Уже времени час ночи Почти да Все всем пока Оставайтесь с нами У нас был Володя Куликов Ищите его ВКонтакте Задавайте вопросы Человек занимается Профессионально Тем что Может раздобыть Любой инструмент То есть у него Вот кто Ты кстати Зря кстати Вот мой тебе совет Сделай ты нормальную страничку ВКонтакте Чтоб хоть там что-то было понятно Хоть что-нибудь Это уже не входит Входит почему Все входит в видео Сделай страничку ВКонтакте